На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как правильно поставить себе цель в жизни. Вы знаете, цель в жизни поставится правильная, если первой целью будет восхождение в Царство Небесное, угождение Господу, исполнение Его воли. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Или, как говорит апостол Петр, наше жительство на небесах. То есть мы граждане того небесного града. А здесь, на земле, нам Господь может поручить что-то совсем разное. Много замыслов в сердце человека, в притчах Соломона говорится, но состоится только определенное Господом. Как увидеть свой путь? Наверное, для этого нужна мудрость и опыт. Мудрость раздуманного, знания пути своего. Там же говорится в притчах. Мудрость в том, чтобы знать, что ты можешь, что не можешь. Не позволять гордыне диктовать тебе, что ты хочешь чего-то другого и чего-то большего. Что ты великий художник, а тебя не понимают. Или ты поэт знаменитый, должен быть, а ты не такой. Надо относиться к своему пути со смирением. Господь укажет тебе, чем Он хочет, чтобы ты занимался в жизни. Но это очень важно. Но самое важное все-таки, чтобы чем бы ты в жизни не занимался, это были бы ступенечки в твоем восхождении к Царству Небесному. Тогда разное дело, любое, может быть, и незаметное даже, оно будет и спасительное велико. Вот мы знаем такой сюжет, который многократно встречается в жизни описаний древних монашествующих. И Антония Великого, и Макария Великого, и Феодосия Великого, разных. В какой-то момент их Господь посылал в города. И говорит, например, Макарию Великому, пойди в город, там вот живут два сапожника, ты еще не дошел в их миру. Там, по-моему, Феодосия Великого к флейтисту, посылал по Фнутия вообще к актеру, клоуну буквально. Вот иди, ты еще не достиг той меры, в которую пришел этот человек, который показывает представление. А тогда это была очень притираемая профессия. То есть человек может быть велик в очах Божьих, чем бы он ни занимался, если само это дело не греховное. Поэтому это Господь устроит, если мы прежде всего будем искать главного. Субтитры создавал DimaTorzok